Привет, дорогая! Анастасик87 Оставила мне запрос о том, чтобы я ей рассказала, что я читаю, как я читаю. Я решила поведать о моих книжных предпочтениях. Моими любимыми книгами являются как художественные, так и документальные книги по истории и книги, воспевающие честь и достоинство. Такие кардемарины. Не обязательно, чтобы действие происходило в старину, можно и в современности. И, пожалуй, чем рассказывать, я пройдусь по моим книжным полочкам. Начнем в прямом и переносном смыслах с самого низа моей коллекции. Это самые низкие две полки в шкафу Данцова. Я ее читаю, потому что у нее легкое перо и можно посмеяться. Я ее никогда не перечитываю. Исключение составляет только книга, ее автобиография «Записки безумной оптимистки». Очень рекомендую, даже если ты не выносишь Данцову, обязательно почитаю, потому что эта книга уверяет тебя в том, что все будет хорошо. А вера в хорошее – это главное в нашей жизни. Потом, конечно, Гарри Поттер. Гарри Поттер для меня, прежде всего, это не приключение об очкастом мальчике с проклятием, а это, прежде всего, история любви, любви, дружбе, храбрости. Перечитываю даже часто, как «Сумерки», то есть очень часто. Здесь же видно, что есть «Хроники на огне», тоже я их люблю. Очень читает, но читаю я их. Теперь уже редко, раньше перечитываю очень часто, сейчас перечитываю реже. Далее, вот здесь, за портретами Поляковых, скрываются еще книги. Это «Сумерки», «Свет затмейного луния», «Сумерки». Я ненавижу фильм «Сумерки», правда, потому что я сначала прочитала книги. А книги, просто божа, я их перечитываю очень часто, наверное, раз в пять в год, на то и чаще. То есть очень часто знаю их уже просто наизусть. И вот здесь, от «Пера Стефани Майер», еще две книги. «Гостья», интересная, интересно, да, но перечитывать я ее не скоро буду, но буду. И «Недолгая жизнь», Бри Таннер. Это та самая молодая вампирша, которую пощадила Карлайл, но не пощадили из Италии жестокие вампиры, пьющие Карлайл. Так, вот дальше, наверху, «Волшебник земноморья» в двух томах, вот такие коричневые, длинные, подолговатые книжки, тоже мне нравятся, «Русулы лагуи импера» и «Унесенные ветром». Ну, а здесь у меня из-за открытки не видно большая коллекция книг художественных, посвященных Египту. Египет – это моя давняя любовь. Я тут даже ездила совершенно одна. Коробочки из клубокса. Вот эта полка, она будет заставлена галлипоттерскими шахматами. То есть я их собираю не потому, что я там обожаю Галлипоттера. Нет, совсем нет. Тоже я там в фильме не жалую. Жалую только книгу. Просто потому, что я плюс ко всему еще и шахматистка. Я прекрасно играю в шар. Видимо, я пошла этим в отца. Он занимал первенство когда-то в школе. Я любительский игрок, не профессиональный, но говорят неплохо. Неплохо, да. Переходим. Эта книга написана местными краеведами. О местных, которые участвовали в Крочечественной войне. Как ты знаешь, я увлекаюсь генеалогией и надеюсь подчеркнуть что-то из таких книг. Тут же собираем сочинение Хагарда. Очень люблю историю. Поэтому Хагард, это наше все. Мне также нравится Булгакова. Михаил, мастер, макалитет. Но еще там парочка его вещей. Эта вся полка посвящена Семеновой. И обожаю ее, когда перечитываю чаще, чем Сумельки и Гарри Поттер вместе взяты. Ну и так как Семенова, она все-таки патриот уже. Тоже Михаил Задорнов. Словороду книжка. Высший полочек Алексеев. Я о нем уже говорила, но еще скажу. Именно он, именно благодаря ему я узнала о том, что древние славяне начинались не с киевлян, не с рюриков, а были и до. То есть я об этом и так знала, но так. А тут я узнала это более контактно. Здесь можно увидеть Парух Николук Янька. Не то, чтобы я была ярая фанатка, но он мне нравится. Здесь нижняя полка посвящена японской культуре. Мифы, какие-то художественные книги, история частично. Стихи вон даже есть. Ну и вообще вот здесь же стоят фотоальбомы. Вот они они. Это фотоальбом на магнитных страницах. Я в них в нем открытки держу. Вторая полка посвящена только России. Забыла показать. Вот эта полочка она сделана в таком китайском стиле. Как в длинном Китае есть такая вот защелочка. Если открыть, то тут такое зеркало. Два тут ящичка с избранной косметикой индийской, которую надеваю только в Дивале, в индийский праздник, такие вот филошки. Оставляю запросик, если интересно, покажу подробнее. Даже есть колокольчики на ноги, вон там есть. Возвращаюсь к той полке, такие часы, сделаны тоже под старину, открываются, кстати. Внутри у меня кошелёчек, но там ни заначка нет. Итак, что у меня здесь стоит? Дом Романовых, вот такая, вот такенная, шикарная книга. Также мне нравится «Фамильные тайны» Третьяковой, очень интересно. Одно время очень увлекалась я Николаем Вторым и его семьёй. Здесь всё рассказано, и предыстория, и подробности, как их казнили. Также у меня есть дневники, документы из архива. Вот мне нравится книжка «Русские жёны». Внимание! Если тебе нравятся какие-то русские писатели, классики, читать не рекомендуется, будет разочарование. Книжка мне нравится «Санкт-Петербург» с Павлом любимца. Всем читаю туда съездить, всё какие-то у меня препоны. Нравится вот такая книжка Романовой. Тоже хорошая, но слишком большой акцент сделан на жене Николая Второго Александре Фёдоровне. Я её, мягко говоря, недолюбливаю. Шикарная книга «Провал этикет». Я её показываю в своём видео, моё отношение к этикету. Повторюсь, книжка шикарная. Она как будто переиздание книги этикета 19 века для гимназисток, институток. Не знаю. Шикарная книга, много актуально и в сегодняшний день. «Героевская история» тоже хорошая книга. Название говорит «Само за себя». «Местными кроведами» написанная книга, тоже отличная, классная, вообще всё супер. Третья полка. Собрание мифов разных народностей. идёт. Небезызвестная книга «В поисках города богов». Тоже интересно почитать, но на любителя. Очень люблю Феодору. Только вот не надо сейчас мне намёков про то, что она была проституткой, извините. Документальная книга «Царица Египта». Спорная документальная книга, но очень интересная. Войтинца вот там виднеется. Я извиняюсь, что я не достаю показа. Высоко очень. Что ещё? Великие российские династии тоже интересная вещь. «Царство флоры» — исключительная книга. «Рассказываются все мифы, касаемые известных цветов деревьев». Семейная книга — это я увлекаюсь генеалогией. И вот эта книга, она такая. Подарочное создание, но она часто похвастается. Ничего супер там сверхъестественного она в себе не содержит. Получив её, я разочаровалась. Если интересно, заказывала я её в мире книг в каталоге. У меня отсек шкафа. Я из него сделала некое подобие алтаря. Да, среди классики зарубежного жанра всё так логично. Тут у меня Ганеш. Это его сестра Лакшми. Опять Ганеш. Просто слонского кольчика внутри. Вот такой цинь. Так, тут у меня стоит дюме. Почти полное собрание сочинений. Вот ещё внизу. Обожаю трёх мушкетёров. Конечно же, трёх мушкетёров. И ожерелье королевы мне тоже нравится. И Жюльверн. Может быть, я сейчас совершу светодатство, но не мой писатель, скажем так. Эта полочка такая чисто женская. Похудей. Там подсказки каждый день для хозяйки. Что тут ещё? Всё такое. Вот эта книга, кстати, золотая книга рукоделия. Просто шикарная. Тоже через мир книг заказывала. Найди её, не пожалеешь. Издательство Белогород. Высшей полкой. Мои просто два тоже... Вот эти книги должна прочитать каждая уважающая себя просто девушка или женщина. Это есть «Молиться и любить» Элизабет Гилберт. Великая книга. Просто. Не побоюсь этого слова. Фильмы, правда, не видела. Боюсь разочароваться. Но книга отменная. Прекрасная столстушка. Юрия Перо. Прочитай. Неважно, ты полная или аналексичка. Извиняюсь за аналексичку. Прочти. Непременно обязательно. Сидни Шилл. Гениальный писатель. Обожаю. Стивен Кинг. Считаю, что он исписался. Мне очень нравятся у него «Роза Морена» и «Мизери» книги. Наверху у меня женские романчики. Фу кака. Так, здесь стоят Нестерова Береснева. Тьфу ты. Береснева. Хорошие тетки. Особенно Нестерова мне нравится. Береснева она так. «Задорнова. История рода». Людмила Задорнова написала. Мария Семенова «Мы славяне». Документальная книга о славянах. Редко можно найти действительно хорошую книгу о наших веках. Советую. Так, в моем кабинете... Лучших не пищи, пожалуйста. В моем кабинете нижняя полка посвящена вся психологии. Белянин в одно время увлекался. Особенно мне нравился меч без имени и моя жена Вильма. Вильма стоит. Сейчас она уже исписалась. Там читать совершенно нечего. Вот. Часть полки занимает Египет. Часть полки Владислав Карапивин. Просто. Это тот писатель, которого, как я считаю, должен прочитать каждый. Его считают детским писателем, потому что его главный герой в основном 12-летний. Фигня. Его можно перечитывать сотни просто раз всю жизнь. И каждый раз открывать что-то новое. Гениально. Мама про него сказала, хорошо пишет сервец. Ну и верхняя полка, она вся уже посвящена Египту. На этом все. Вот и все. На этом я с тобой прощаюсь. Я надеюсь тебе было интересно. И не скучно, не занудно. Вот. Я желаю тебе, если ты любишь читать, больше интересного чтения. И удачи. И, наверное, счастливо. А, по скрипту. Я тут недавно снимала видео о новинках книжного рынка, которые я прочла. И как думаешь, мне стоит положить снимать такие видео? Или сейчас слишком мало людей, которые интересуются книгами, которые будет интересно это смотреть? Вот. Так что с утепением жду ответа на этот вопрос. Внизу в комментариях или любым другим удобным тебе способом. А теперь точно. Счастливо.